Я продюсерка, и моя профессия — создавать. Чтобы вдохновиться или обрести опору, пережить новый для себя опыт, я всё чаще обращаюсь к женскому письму. Феминистское направление не является признанной научной традицией в литературоведении, хотя женское письмо довольно часто относит к деколониальной практике. В женском письме женщина перестает быть невидимой. С опытом моих предшественниц мне очень легко себя ассоциировать и примириться со своим опытом. Эти голоса манят меня и освобождают. Я стала мамой дочери три года назад. И с тех пор я часто думаю о том, как эти две мои идентичности органично дополняют друг друга, ведь я умею создавать жизнь и созидать. Художница Паула Мадерзон-Беккер писала, «У женщин нет фамилий, только имена. Они будто бы берут их в долг. Для них это не постоянный, эфемерный признак. Они находят опору в чём-то другом, и в мужской мир они проникают со взломом. Я убеждена, что моя профессиональная практика — это мой способ обрести субъектность. Я нахожу опору в этом». Страх — это самая большая сложность в процессе создания или созидания. И это очень широкий и разнообразный спектр страхов. Это страх критики, страх провала, страх ошибиться или кого-то обидеть. Это то, что испытывает каждый из нас. И очень важно научиться этот страх преодолевать. Я по-прежнему научусь. Один из, пожалуй, самых ярких примеров преодоления моего страха — это майский концерт в Алматинском дворце республики и на прилегающей к ней площади имени Абая. Это был концерт с симфоническим оркестром, и посвящён он был памяти моего дяди, Батрахана Шукенова. Он собрал более 14 тысяч человек. И я поняла, что пережили я и моя команда только на следующий день, когда получила фотографии. Я поняла, что это мог быть провал на 14 тысяч человек. Преодолеть этот страх мне помогли любовь и любопытство. Я помню, что той площади управляли всего три человека из моей команды, мои великие подруги и несколько волонтёров. Всё обошлось. Есть кое-что сильнее страха. Мною всегда движет любопытство. Когда я вижу что-то, что мне нравится, я сразу начинаю думать, как это сделано или как это можно улучшить. Так случилось со мной однажды в Киеве. Я увидела фильм украинского классика Александра Довженко «Земля» в сопровождении этнохаус-группы Даха Браха. Я была настолько впечатлена, что я сразу же задалась вопросом, каким был первый фильм, снятый на территории нашей страны. Вот с таких вопросов всё обычно начинается. Я вернулась домой и стала искать. Я обращалась в локальные архивы, в российские, в западные. Так, например, я узнала, что в 30-е годы на территории нашей страны был снят фильм «Джуд», признанный сейчас утраченным. И с тех пор я не перестаю повторять, что вопрос нашей безопасности, субъектности и независимости в формировании наших собственных архивов. Я сталкиваюсь с этим ежедневно, когда работаю с наследием своей семьи. Этому тогда научил меня Турксип. Турксип — это признанная классика мировой документалистики. Он входит в двадцатку лучших фильмов прошлого века. Он был снят в 30-е, когда кино уже было признано важнейшим из искусств и одним из главных инструментов пропаганды. Но для меня, смотревший этот фильм в 2016 году, это был фильм не только и не столько про уничтожение привычного, кочевого уклада жизни советской машины, сколько меня поражала возможность увидеть подлинные кадры казахских лиц, казахского аула, гор заилийского Алатау или песков Каракума. Великолепно отреставрированная версия Турксипа встретилась мне в Британском институте кино. В 2011 году они создали покадровую реставрацию фильма. Они перевели фильм на английский язык и написали к нему свой саундтрек. Мне предстояло сделать что-то похожее. Я стала думать, кто мог бы написать первый казахский саундтрек к Турксибу. Сомнений не было, и этим человеком стал Куат Шельдебаев. Вам он, вероятно, знаком по песням «Онтанана», «Сармдни» или «Кайранкумляй». Куат великолепно чувствует казахский мелос, и он способен написать крупную форму. Ему предстояло написать более 70 минут музыкального материала, и он блестяще справился с этой задачей. У него получилась странная, величественная музыка в пяти частях. Она была написана для камерного состава оркестра с казахским народным инструментом. Так Турксиб вернулся домой. Редактор субтитров А.Семкин Далее мое любопытство привело меня в музыку. Музыка — это более быстрый и, как мне тогда казалось, менее затратный способ коммуникации, который оперирует к самому главному — к чувствам. Вскоре появился «Добухарс». «Добухарс» — это проект, придуманный нами, моими коллегами Эмилем Досовым и Чуканом Накушевым. Это коллаборационный современный проект. Есть мнение, что в казахской музыкальной традиции казахский народный инструмент был способом говорить об актуальном. Довольно часто в современных проектах инструмент говорит все-таки о вчера. У нас был запрос и желание сделать казахский народный инструмент частью нашей повседневности и писать актуальную, как мы ее называем, городскую музыку, оставаясь в этих очень радикальных рамках, используя только наш народный инструмент. Мы пришли к некоторым открытиям. И самое главное, пожалуй, это то, что наш народный инструмент не пережил те этапы развития вслед за способами записи или воспроизведения музыки на крупных площадках, скажем, стадионах. И сейчас, чтобы этот процесс ускорился, работают наши коллеги из групп Хосак, Алдоспан, Степсанс. Мы тоже создаем инструменты для своих потребностей, но предпочитаем оставаться пока в студиях. Результат вы сейчас услышите. Добухарс — проект, по сути, наверное, деколониальный, но у меня не хватает смелости считать его или в целом свою практику такой. Принято считать, что деколонизация сознания произойдет именно через язык. Я же испытываю мощный комплекс вины, что я не владею казахским так свободно и уверенно, как я владею русским языком. Поэтому я призываю признать разные практики на пути к деколонизации, сделать ее более инклюзивной, впустить в нее других. Я продолжаю следовать нашу культуру. Так, например, в этом году мы выпустили аудиоподкаст «Байса». Это 10 эпизодов на казахском, 10 эпизодов на русском языках, которые отслеживают развитие нашей музыкальной традиции от доисламского времени до советских саундтреков к фильмам Шакена Айманова или становления казахской оперы. «Моя мечта» — это аудиоподкаст о великих женщинах казахской культуры, «Казак Роузес». Это мой и наш запрос — находить опору в локальных голосах, в историях женщин, живших и работавших на нашей земле. Я хочу, чтобы наши казахские женщины перестали быть невидимыми или плоскими, а стали опорой мне и моим современницам. Мы мечтаем деконструировать миф о казахской женщине и написать его заново. В целом, мне только важно не навешивать ярлыки в своей работе. Мне важны только качество и самодостаточность. Я убеждена, что это шаги к обретению целостности моей личной и нашей общественной. Я хочу исследовать наш мир, преобразовывать его, делиться результатами с миром. Я уверена, что наш совместный чувственный опыт преобразования мира — это единственный способ сохранить себя и нас в такое сложное время, как сейчас. Спасибо. И разрешите представить для меня большую честь сегодня анонсировать столько премьер на этой сцене и спасибо организаторам TEDx, что пригласили нас сегодня. Как я уже говорила, Buhars — это коллаборационный проект. Мы предлагаем и приглашаем разные музыкальные коллективы, в которые мы верим, создавать музыку вместе с нами. Вероятно, вам знакомы песни «Ондюме» и «Тиэнгазе». Они, безусловно, прозвучат сегодня. Я горжусь тем, что у меня есть возможность работать с группами Step Sons, Main Mind Visible Orchestra и позже к нам присоединиться Жиль Токсан. Мы начнем с песни «Ондюме». Нам было очень важно также, чтобы в этот вечер прозвучали независимо от Buhars проекты и треки групп Main Mind Visible Orchestra и Жиль Токсан. Встречайте. Main Mind Visible Orchestra. «Ондюме» 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 «Ондюме»